Всем привет! С вами Вова Ломов и теплийца социальных технологий. По просьбе руководства я решил вернуться к приложению Flourish и показать детально, как делать с его помощью одну взрывную фичу, а именно гонку графиков. Гонка графиков — это неофициальное название, но официального, наверное, и не существует. Речь идет вот об этом. Тут их три вида. Выберем самый сложный, хотя сложность, конечно, тут условная. Вот такая анимированная история с изменением по годам и странам не знаю какого параметра. Сложность, в отличие от двух других, заключается в том, что тут еще появляются вот такие надписи. Посмотрим, из чего это состоит. У нас есть страны, это понятно. Есть база данных по годам, которые, собственно, и влияют на изменения графиков. Есть регионы, которые не влияют на изменения, но группируют страны по цвету. Не думаю, что пользователь сумеет это понять и разглядеть на инфографике. Есть имидж, то есть ссылка на изображение, в данном случае на флаг государства. То есть на выходе вот регионы, каждая шкала окрашена в цвет соответствующего региона и вот флаг государства. То есть данные из ячейки имиджа. Кроме того, тут есть captions — подписи. Они берутся из другой таблицы и тут все предельно просто. Год, когда появляется надпись, год, когда она пропадает. И сама надпись. То есть ABC. Еще есть также графа со ссылкой на изображение, но тут она не заполнена. Попробуем этого создать. Я взял крайне актуальную тему, не будем говорить о том, насколько она действительно соответствует шумике — тему распространения коронавируса. Данные могут быть не совсем точны, я просто нашел их в Википедии и перевел в Excel, немного подредактировав. Точнее выкинув все значения, за исключением выявленных случаев заражения, и перевел это все в горизонтальный вид с группировкой по датам. Единственное во Flourish тут у нас есть еще один параметр — изображение флага. Где они его берут? Есть такой достаточно удобный сервис, называется Countryflex. Тут собраны флаги всех стран, и отсюда же их можно взять, причем даже немного изменив параметры. Не буду подробно на этом останавливаться, нам достаточно узнать сокращенное наименование страны. Южная Корея — это KR, а северная, кстати, KP. И вот сюда нужно вставить аббревиатуру страны. И по аналогии нужно проделать то же самое с другими странами. Все. Все мы сделали, сохранили, и теперь нам нужно добавить базу во Flourish. Upload data file, находим нашу книгу и говорим, какой лист нам нужно импортировать. Все, импорт завершен. Теперь нужно подредактировать индексы ячеек, если они не совпадают. А у нас они не совпадают. Страны у нас в ячейке B, значение с C по A, J. Имидж мы подтягиваем из A. А цветовая схема пусть и остается по странам. И получаем вот такую стремительно меняющуюся историю распространения коронавируса в мире. Начиная с 28 января. Китай я сюда не вставил, потому что показатели у него слишком высокие и на фоне Китай. Остальные графики плясали бы в районе нуля. Единственное, все меняется слишком быстро и можно еще поработать со скоростью. Вот тут, я говорил, есть детальные настройки инфографики. Их тут много. Например, вот это количество графиков на странице. Сколько бы у нас не было стран, при таком значении он всегда будет показывать только семь. Это расстояние между графиками и так далее. Я говорил, параметров тут много. Но нам нужно таймлайн и анимация. И здесь можно, кстати, добавить вот такую штуку. И здесь мы можем изменить длину таймлайна. Сейчас он пробегает таймлайн за 30 секунд. Поставим 90. А вот. И теперь у нас все происходит значительно медленнее. И последнее это Captions. Вот, кстати, в Иране первый случай зафиксировано сравнительно поздно. А на данный момент он входит в тройку лидеров. Ну не считая Китая. С Captions все просто. Берем дату, когда должно появиться сообщение и дату, когда оно должно пропасть. И вбиваем само сообщение. Ну и дальше действуем по аналогии. Все. Вот у нас в какой-то момент появляется сообщение про Италию. И в какой-то момент появится про Иран. Дальше публикуем график и встраиваем на страницу. Как это делать, я рассказывал в предыдущем скринкасте. Ссылка в описании. И на выходе получаем вот такую анимированную инфографику. Ну теперь, мне кажется, точно все. Еще раз, с помощью Flourish можно делать много очень разных вещей. Но мне кажется, что алгоритм везде примерно одинаковый. И его я показал. Все, любите друг друга и не упирайтесь в частности. Все решает алгоритм. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.